Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Девственница 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 Тебе плохо? Хочешь, я с тобой посижу? Ладно, если хочешь. Ну, давай посмотрим. Я ведь знаю, что с тобой. Ты хочешь поговорить? О чем? Со мной ничего не случилось. Я не знаю, о чем ты говоришь. Мамуль, ну пожалуйста. Неужели ты поняла слишком поздно, что любишь его? Что? Кого? Погоди минуту, кого? Кого я люблю? Ты что, с ума сошла, Хуана? Ради Бога. Позволь тебе сказать, что я уже давно-давно свободный человек. И слава Богу, в этот момент в моей жизни мое сердце свободно от сентиментальных чувств. Это лучшее состояние, которое может быть у женщины. Я свободна и душой, и телом. Я не порабощена желаниями мужчины. Кстати, мы даже не знаем, чего хочет мужчина. Нет, дорогая, ты знаешь, что я давно дала обет. Даже нет, я поклялась, что больше никогда ни в кого не влюблюсь. Ни за что на свете. Хорошо, мам. Хорошо. Ты права, конечно. Но с тобой что-то происходит. Сердцу ведь не прикажешь. Любовь иногда сама приходит, никого не спрашивая. Дорогая, ты новичок в таких делах, а я нет. Перестань. У меня такой опыт, Хуана Перес. Я вижу, когда появляется любовь. И когда это происходит, я быстренько отхожу в другую сторону. Мама, тебе больно, что он женится на другой? Или ты из-за гордости? Мне больно. Перестань. Нет, мне не больно. Это его дело, если он влезает в этот омут. Ты хочешь меня в это втянуть? Я посмотрю, что произойдет, когда у Петрики перегреется утюг. Что он будет делать? Как он усмирит ее? Вот что я хочу увидеть через пару лет. Спасибо. Спасибо. Я должен найти этот документ раньше Рахелио. Иначе он использует его как улику против меня, как повод для убийства. Я должен его найти. Должен его найти, но где? Мам, со мной тебе не нужно притворяться. Я же знаю, что ты умираешь от этой новости. Какой новости? Что до тебя уже дошло? Кто тебе принес? Сама Петрика? Я не сомневаюсь, потому что она ведет себя, как будто она единственная невеста в истории человечества. Посмешище. Нет, я узнала от Николаса. Кажется, это обсуждает весь квартал. А я и не удивляюсь. Ей с матерью только не хватало взять громкоговоритель и объявить по всему кварталу. Я выхожу замуж. Я выхожу замуж за Сальвадора. Этот мужчина еще ухаживал за мной. Но ты не обращала на него внимания? Не только эта дочка. Я к нему очень плохо относилась. Грубила за чем. Вот и потеряла его. И хуже всего, что я потеряла его в тот момент, когда поняла, что я к нему чувствую. Не знаю, зачем я позволила ему поцеловать себя. Вы целовались? Нет. Да, мы поцеловались. Это был... Это был лучший поцелуй в моей жизни. Я позволила себя поцеловать, потому что мне... Мне надоели его приставания. И я себе сказала, пусть он меня поцелует. Может, после этого уймется, и мы сможем быть друзьями. Но получилось, что он... Он излечился, А я увлеклась. Боже, я не понимаю, не понимаю. Я не родилась для любви, дочка. Поэтому я потеряла его. Дорогая, теперь мы с тобой съездим в одно место, куда должны съездить. Куда, папа? Не спрашивай, идем со мной. Идем. Папа. Идем. Привет, Папу, как дела? Это Лилия, Сусена. Здравствуйте, как дела? Привет, детка, как ты? Хорошо. Хуана дома? Да, она наверху с мамой, если хочешь, поднимись. Конечно, у меня для нее отличная новость. Директор лицея попросила меня поговорить с ней, узнать, захочет ли она сдавать выпускные экзамены. Правда, директор, классная. Ты думаешь, она сможет получить аттестат? Ты представляешь, в каком состоянии? Это бедная девушка после смерти синьора Далавеги. Мне кажется, это слишком большая просьба. Всем пока, я ухожу, скоро вернусь. Пока. Пока, пока. Я крайне озабочен, что Рахелио Вивас станет президентом журнала. А кто же не озабочен? Это все равно, что жить с врагом. Я не понимаю. Не могу понять, почему он хочет уничтожить. Журнал, если он акционер. Минутку, Энрикетто. Я ничего не понимаю. Что произошло на собрании? Катастрофа, брат, катастрофа. Но почему? Потому что у Карлота и Рахелио большинство акций. И они хотят разорвать соглашение с людьми из Майами. А потом продать журнал. Уничтожить его. Привет. Привет. Как ты? Что это за книги? Ну-ка, рассказывай. Это для тебя. Я тебе их принесла, чтобы ты была в курсе того, что мы прошли. А вот это расписание экзаменов. И теперь вопрос. Тебе нужна помощь? Или ты справишься сама? Постой, Лили, а чем ты говоришь? Я ничего не понимаю. Хуани, директор сказала, что до ухода из лицея у тебя был отличный средний балл. Так что если ты сдашь выпускные экзамены, ну, на десятку, допустим, ты получишь эти стад вместе с нами. Ну как? Разве не чудесно? Ты справишься с этим? Иван, мне кажется странным твое желание убираться в офисе. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. А я думаю. Ночная смена. В офисе никого нет. Кто мне гарантирует, что ты не вор? Я вор? Нет, нет, ради бога, сеньор. Я не вор. Будь это так, я нашел бы работу в банке. Это правда, шеф. А ты меня не обманываешь, птенчик? Ты что-то скрываешь. Быть консьержем, это все равно, что быть полицейским. Начинаешь внимательно следить за всеми и за всем. И не вздумай сказать, что ты не будешь сдавать экзамены. Но если ты уж сама родила дочь, одна, без помощи, то с этим ты справишься? Подожди, подожди, ты застала меня врасплох. Я вот этого совершенно не ожидала. Но ты рада? Да. Как хорошо. А я-то боялась, что ты посчитаешь меня сумасшедшей. На тебя свалилось столько всего. Нет, Лили. Конечно, конечно, я хочу получить аттестат, а особенно ради Марианны. Потому что я ведь должна что-то для нее сделать. Ну, конечно. И знаешь, что мне нравится? То, что не смотрели на что, ты никогда не меняешься. Ты остаешься Хуаной. Хуанойна с дочерью. О, я-то... О, я-то... Я не знаю, Пачека, что думаешь ты, но мне кажется, что комиссар Диас излишне пристрастен к делу Маорисио Делавега. Ты хорошо знаешь, что в нашей работе нужно принимать во внимание улики. Это самое главное. Ну и что, старик, нет ни одной улики, которая бы не указывала на Маорисио Делавега. Один плюс один, два, плюс еще один, три и так далее. И неудивительно, что комиссар пристрастен. Было бы удивительно, если бы все было наоборот. Пачека, я не знал, что ты обладаешь такими качествами. Какими качествами, шеф? А такими. Ты мне намекаешь, что я ошибаюсь. Никогда. Ты знаешь, что я всегда и во всем с тобой. Тогда подумай, Пачека, подумай. Подумай, в этом деле много улик, которые обвиняют Маорисио Делавега. Верно? Верно или нет? Верно. Это правда. Однако для меня ни одна из улик, и даже все они вместе, не служат доказательством, что Маорисио Делавега виновен. Вот посмотри сам. Посмотри. Оружие, которое нашли, которое нашли в офисе Маорисио... Пистолет. Да. Пистолет, который нашли в офисе Маорисио. Он был зарегистрирован на его имя? Нет. 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 Правда нет, Пачека? Нет. Очень хорошо. Очень хорошо, Пачека. Пойдем дальше. На этом оружии нашли хотя бы один отпечаток пальцев. Отпечаток? Тоже нет. Правда, Пачека? Нет. Правда, Пачека. И что же получается? Что мы должны делать? Что мы с тобой должны делать, как полицейские? Иметь спокойствие, благоразумие и чуткий нюх. Потому что мы с тобой хорошо знаем, как легко подбросить улики. Это совсем не трудно. Полностью с тобой согласен старик. На все сто процентов. И я во всем тебя поддержу. Анна-Мария, что ты здесь делаешь? Папа, приготовься, потому что сейчас она начнет кричать, как сумасшедшая, чтобы позвать на помощь весь сбор. Карлота, пожалуйста, веди себя соответственно статусу. Ты же принцесса. Ну что, вы закончили? Мне бы хотелось узнать, почему вы разговариваете в гостиной моего дома. Не смей дерзить. Карлота, Карлота, пожалуйста. Это логично, что Хуана нервничает после того, что произошло. Мы все прекрасно понимаем. Но ты не беспокойся. Мы пришли не создавать тебе проблемы напротив Хуана. Мы принесли, скажем так, решение двоих проблем. Ты наглец. Об остальном я уже не говорю. Я тебя ударила, потому что ты обманщик. Потому что ты такой же, как все. Да что я говорю, как все. Ты хуже всех. Потому что ни у кого нет такого цинизма, как у тебя. Ты продаешь себя, как чудесного, замечательного мужчину, сокровища. Твой цинизм достиг таких размеров, что даже моя мама, наивная женщина, считает, что ты кавальера номер один. Но со мной этот номер не пройдет, Сальвадор. Я сняла с тебя маску. Анна-Мария, будь у меня маской, мне не было бы больно, когда ты влепила мне пощечину. А знаешь, почему тебе больно? Потому что я сорвала с тебя маску, которую ты носил, изображая человека, который муху не обидит. А в действительности ты можешь всех насекомых перебить. Анна-Мария, да какая маска? Какие мухи? Я буду тебе благодарен, если ты мне объяснишь. Какая благодарность? Какое объяснение? Я тебя умоляю. Ты все прекрасно понимаешь. Только притворяешься, потому что это твоя манера. Ты всегда представляешь себя как жертву. Ах, бедненький. Он добрый, одинокий человек. И находится дура, которая открывает тебе сердце, протягивает руку. И вот как ты отвечаешь. Простите, пожалуйста, Сальвадор, ты можешь на минутку зайти ко мне? Да, шеф, иду. Анна-Мария, подожди меня. Я вернусь, и мы поговорим. Спокойно, шеф. Спокойно. Хорошо. Хуана, почему ты так нервничаешь? Я не нервничаю, сеньора Ахелию. Я у себя дома, я здесь чувствую себя уверенно. Это мой квартал, и я не понимаю, что здесь делаете вы. Вы не могли бы уйти? А зачем это вы пришли в мой дом? Они к тебе пристают, Хуана? Нет, нет, я как раз попросила их уйти, чтобы избежать этого. Хуане, если ты в опасности, я могу попросить помощь. Пока не нужно, Лили, спасибо. На всякий случай я сообщу Микки, что у тебя гости. Если что, кричи, хорошо? Ну надо же, какая ты здесь популярная. Больше, чем вы себе можете представить. Ладно, вы не возражаете, если я сяду. Так мы сможем поговорить спокойно. В моем офисе еще есть люди. Лучше пойдем пообедаем. Идем, я приглашаю. Ты знаешь, у меня что-то нет аппетита. Идем, Анрикето. Пойдем. Мы ведь не сможем, даже если попытаемся потушить солнце. Нам всем плохо. Это я знаю, кто знает моя дочь. Но жизнь продолжается. Итак, мы оказались в довольно сложной ситуации. Поэтому я решил отодвинуть в сторону гордость и договориться с тобой. Перестаньте ходить кругами и скажите прямо, что вы хотите. Давайте разговаривать повежливее. Ради бога, папа, ты просишь о невозможном. Дочка. Вы пришли без приглашения. Это... Это ли не невежество? Да, да, вы правы. Это правда. Поэтому я приношу мои извинения. Вернее, мы. Давайте поговорим. Мы не будем говорить, потому что нам не о чем разговаривать. Разве у тебя нет дочери от Маурисио? Об этом даже в газетах печатали. То есть, это стало достоянием гласности. Тем не менее, несмотря на страсти, бывают моменты, когда мы должны оставаться хладнокровными. Хуани, ребенка пора кормить. Унеси ее, пожалуйста, немедленно. В чем дело, что это случилось? Унеси ее в комнату, ты слышишь, что я говорю? Как ты ее защищаешь? Я ведь только хотел посмотреть, и все. Я буду решать, кто может увидеть мою дочь. Вы ее не увидите. Ты должна успокоиться. А то заработаешь себе язву. Это не дело. Мамочка, Рахилев всегда добивается того, чего он хочет. Я не могу поверить, что Карлотта помогает ему. Мне никогда не нравилась эта девушка. Теперь я понимаю, что она никогда не любила Маурисио. Она никогда его не любила, мама. Дорогая, теперь так мало хороших людей. Людей с добрыми чувствами, которые беспокоятся о других. И хуже всего. Рахилио хочет использовать меня. Для того, чтобы опорочить имя Маурисио. Он требует от меня документ, который он использует против него. И я не знаю, что делать, мама. Я не знаю, что мне делать. Все верно. Ты могла бы потребовать права этой девочке, как дочке Маурисио. Но ты должна принять в расчет, что ситуация очень запутанная. Как я понимаю, Маурисио не успел признать ребенка. Или я ошибаюсь? Это не ваше дело. Я так и думал, я не ошибаюсь. Ладно. Как ты понимаешь, теперь, когда он мертв, будет очень трудно доказать его отцовство. Для этого тебе придется обратиться в суд. А это означает большие деньги и длительная борьба. Я думаю, у тебя нет ни денег, ни времени. А откуда вам знать, что у меня есть, а чего нет? Ради Бога. Для этого не нужно иметь богатое воображение. Карлота дорогая. Если мы хорошенько разберемся в ситуации, мы придем к выводу, что деньги тебе нужны сейчас. Тогда зачем же ждать, Хуана? Зачем? Одним словом, вот чек. Он выписан на твое имя. Как видишь, сумма очень большая. Единственное, что ты должна сделать, Хуана, забыть, что тебя по ошибке оплодотворили спермой Маурисио. По крайней мере, я знаю, что все ушли обедать, и я здесь один. Документ, который Рахелию попросил у Дезире, должен быть здесь. Это ее офис. Я должен найти его раньше. Дайте мне его, пожалуйста. Хуана, что тебя оскорбило? Сумма? Она подумала, что может вытянуть из тебя больше. Исключено. Хуана, ты должна признать, что ты забременел от Маурисио случайно. Это тоже пункт не в твою пользу на суде. Вот что. Вы думаете, я не знаю, кто вы? Что весь этот тон хорошего человека меня обманет, да? Мне стоило большого труда понять, кто такая Карлота, но когда я это поняла... Да что я тебе сделала, сутка! Ты пыталась меня убить, дура! Или ты думаешь, что я этого не знала, Карлота? Ты даже пришла в клинику, чтобы попытаться добить меня. Но я спаслась, я спаслась. И родила дочь Маурисио. Это наша дочь, моя и Маурисио. Послушай, боже, чего мне это стоило? Она должна была быть вашей дочерью. И я прекрасно знаю, что за всем, что пытаются сделать Маурисио, стоите вы. Я это знаю. А что мы пытаемся сделать? Где Дезера может держать этот документ? Я должен его найти. Я не могу позволить Рахелеву и дальше поручить мое имя. Если честно, у меня нет настроения идти обедать. Идите вы. Армандо, ты уверен? Да, Анрикетто. Я вернусь в офис и немного поработаю. Я не смогу есть в таком состоянии. Нет, не смогу. Не беспокойся, мы тебя понимаем. Пока. Я говорю в настоящем времени, потому что вам мало того, что Маурисио мертв. Вы хотите опорочить его имя, его память. Вы даже не хотите усомниться в его невиновности. И я думаю, это происходит, потому что настоящий виновный все еще на свободе. И кажется, я знаю, кто это. Кем ты себя считаешь, девочка? Для начала матерью дочери Маурисио. И мы не продаемся. Тебе это ничего не даст. Ты отвергла единственное, что ты могла получить. Я лично позабочусь, чтобы тебе не досталось ни цента, а из наследства, которое Карлота наследует от Маурисио, как его законная жена. Уходите из моего дома. Разумеется, я уйду, потому что мне так хочется. Ты хуже... Идите, уходите немедленно. Да-да. Идем отсюда, дочка. С этими людьми невозможно говорить. Здесь нет ничего похожего. Может, Дозире держит его дома? Что вы здесь делаете? Почему вы роетесь в чужих вещах? Простите, но я убираюсь. Может, вы скажете, что наводите порядок и в папках тоже? Ради бога. Не морочите мне голову. Вы хотите, чтобы я на вас заявил? Нет, нет, я все объясню. Дело в том, что девушка, которая здесь работает, очень, очень, очень красивая. Безумно красивая. Синьора Дозире Рохас. Я хотел посмотреть, может быть, найти ее фотографию, чтобы повесить в моем шкафчике. Вы понимаете? Ладно, так и быть. Я на вас не заявлю. Я понимаю ваше желание иметь фото, синьора Дозире Рохаса. Понимаю, что такая красивая женщина может пробуждать фантазии. Спасибо за понимание. Но больше этого не делайте. Если вам нужно фото, попросите в нее. Да, вы правы, с вашего позволения. Как дела, Пачека? Где Анна Мария? Эта женщина устала тебя ждать и ушла. Как ушла? Она ничего мне не сказала? Сказать сказала и много чего. Даже со мной сцепилась. Правда, я так и не понял, что вызвало у нее приступ бешенства. Она не сказала ничего конкретного, но она просто... Хуана, ты была очень мужественной, говоря с этими людьми. Какая я мужественная, дедушка, если я в ужасе? У меня до сих пор ноги трясутся. По словам бабушки, ты вела себя очень достойно. Да уж, дедушка. Только я не знаю, правильно ли я поступила, бросив им вызов. Эти люди могут убить, и у них рука не дрогнет. А у меня сейчас Мария Анна, я не одна. Ты так говоришь, потому что ты сказала ему в лицо, что знаешь убийцу, да? Да. А если он со мной что-то сделает? Если сделает что-то Мария Анне, чтобы шантажировать меня? Прости. У меня в голову приходят такие дурацкие мысли. Нет, нет, детка, нет. Послушай меня. Если ты заставишь его поверить, что это не просто подозрение, а что у тебя есть доказательства, что это сделал он, и ты ему скажешь, что если с тобой или с Марияной что-то случится, это станет достоянием гласности. Я уверен, что он тебя не тронет. Хуана, когда человек знает какую-то тайну, это может быть очень опасным. Но это также может и быть оружием, смотря как этим распорядиться. Ты видела это, да, папа? Она невежественная, несознательная дура. Как она могла разорвать чек у меня на глазах? Как будто она миллионерша, а не нищенка. Все в мире имеет свою цену, дочка, но она попыталась опровергнуть эту норму. Это ее дело. В проигрыше оказывается Хуана и ее дочь. Я попытался поступить по-человечески, но, раз она не захотела, поступим по-другому. Армандо поверил в историю с фото. Хотя в этом нет ничего странного, когда речь идет о Дозире. Все обедают, а Армандо крутится здесь. Придется продолжить поиски вечером. А если Дозире держит эту бумагу не здесь, как мне ее найти? Нет, Рахелио, ты очень ошибаешься. Все не так, как ты говоришь. Я не могу согласиться с тем, что ты хочешь разорвать сделку с людьми из моих. Мы договорились, что ты во всем поддержишь меня. Ты работаешь на меня. Это понятно? Или вчера вечером ты так ничего и не поняла? А вы что здесь делаете? Идите убираться в другом офисе. Вы не видите, что мы спорим? Никогда бы не подумал, что Дозире будет так защищать журнал и так защищать меня. А если довериться ей? Если сказать ей правду и попросить о помощи? Мне нравится видеть вас счастливым и довольным с улыбкой на лице, шеф. Человек сеет камачу, сеет. Зернышко здесь, зернышко там. В процессе этого можно наткнуться на червя, скорпиона, змею. Но все равно со временем это начинает давать урожай. Да, шеф, вы абсолютно правы. Несмотря на неудачу с Хуаной, я такой довольный, что способен оказать услугу Дозире, вытащить ее, братчика, из тюрьмы. Вы всегда были хорошим человеком, патрон. Да, камачо. Хотя есть люди, которые не могут этого понять. Посмотрите, кто говорит. При воспоминании о журнале ты становишься сентиментальным, Давид. у тебя взгляд, как у ребенка. Журнал здесь ни при чем, Брэдди. Нет? Нет. Это из-за тебя. Привет, дорогая. Я выключу музыку. Нет, нет, не выключай, пожалуйста. Ты уверена? Не выключать? Не надо, Мануэль. Знаешь, хотя сейчас мне очень тяжело и в связи со смертью Маурисио и с тем, что происходит в журнале, придя домой и видя тебя здесь, занимающегося домашними делами, слушающего музыку, я чувствую, что часть твоей жизни имеет смысл. Дорогая, я знаю, что у тебя сейчас очень тяжелый период, но я здесь, чтобы помочь тебе. Как это сделать? Как помочь тебе? Ты тоже пьешь воду? Что ты думаешь? Что сейчас? Как в тот раз, когда я поцеловал тебя, потому что был пьян? Хотя да, можно сказать, что я пьян, но от наплыва чувств к тебе. Ко мне? Послушай меня, Брэдди. Это не вопрос одного дня. Я говорю искренне. Я понял, что я люблю тебя. Я люблю тебя всей душой. И не только как подругу. Я люблю тебя как женщину. Красивая музыка. Знаешь, она намного красивее, когда танцуешь. Хочешь? Здесь? Да. Помнишь, как мы познакомились? Да. Знаю, что, Мануэль. Я счастлива. Я счастлива. В твоих объятиях я могу забыть обо всем. Давид, дело не в антипатии, просто я хорошо тебя знаю. Однажды я уже открыла тебе сердце и споткнулась на этом. Я не хочу, чтобы это повторилось, Давид. Ну, а что я могу сделать, чтобы тебя убедить? Давид, завтра ты проснешься и поймешь, что это была просто иллюзия одного момента. И я снова окажусь в дурацком положении. Нет, Давид. Да нет, поверь мне. Я бы не стал говорить тебе о моих чувствах, если бы не был в них уверен. Меньше всего я хочу ранить тебя. Давид, все дело в том, что ты сидишь в инвалидной коляске и думаешь, что уже не встанешь с нее. Но это не так, Давид. Ты поправишься. И за тобой снова будут ухаживать самые красивые женщины, как и раньше. Ты не должен довольствоваться мной. Верь, Давид. Кроме того, тебя задевает то, что происходит в редакции. Все хорошо, все нормально, Давид. Я привыкла поддерживать тебя в трудные моменты. На то мои друзья... Остановись. Послушай меня. Пожалуйста, послушай. Я тебя люблю. Я люблю тебя действительно от всего сердца. И я хочу, чтобы наши отношения стали серьезными. Отметки. Образцовая ученица собиралась в Лос-Анджелес изучать фотографии. Ты знала об этом? Да, но все это было давно. А сейчас я здесь, с моим ребенком. С моей доченькой. И борюсь за мужчину, которого люблю. Ну, я не могу допустить. Я... Я не могу допустить, чтобы, имея такие отметки, меня исключили. Ну-ка, скажи, что мне делать, дорогуша? Что мне делать? Будем получать аттестат? Будем? Я должна это сделать хотя бы для того, чтобы твоя мама стала бакалавром, да? Да. Пойдем, откроем дверь. Привет, Сальвадор. Ну, как ты? А я думала, ты больше сюда не придешь. Проходи. Извини, конечно. Хуана, почему ты так говоришь? Ну, ты, наверное, сам знаешь. Что происходит, Мануэль? Все дело во мне? Ты ничего ко мне не чувствуешь? Пожалуйста, не говори так, Энрикетто. Клянусь, я еще никогда так не желал женщину, как желаю тебя. Но кроме желания, я испытываю к тебе сильную любовь. Ну, так в чем же дело? Я не знаю, Энрикетто. Не знаю, клянусь. Я не понимаю, что со мной происходит. Я не знаю, почему это происходит с тобой. Это означает, что это происходит только со мной. Значит, я виновата? Анна-Мария еще не пришла домой? Нет. Нет. Ты хочешь ей что-то сказать? Давай, я передам. Нет, нет. Я ничего не хочу ей сказать. Говорить должен совсем не я. Сказать должна она. И что же тебе должна сказать мама? Не знаю, Хуана. Не знаю. Должен ли я тебе рассказывать? Ради Бога, Сальвадор, она же моя мать. Да, я знаю. И если тебе нужно ей что-то сказать, скажи мне, я передам. Понимаешь, она появилась в моем офисе разъяренной и влепила мне пощечину. Ну, скандал, правда? Потом пришел шеф, и мне пришлось уйти с ним. А когда я вернулся, ее уже не было. Хуана, ты не знаешь, что происходит? Ну, я лично думаю, что все дело в твоей молниеносной свадьбе. В молниеносной свадьбе? Ну, да. Но в той свадьбе, на которой ты играешь роль жениха. Я? Какого жениха? Сальвадор, ты жених Петрики. И ваша молниеносная свадьба. Это что, неправда? Об этом весь квартал говорит. Кто там? Это я, сеньора, Рахелио Вивас. Вы не узнаете моего спутника? Сожалею, сеньор, мои глаза почти ничего не видят. Но я сразу скажу, Дезире нет. Здравствуй, мама. Это я, Рибио. Сначала мы думали, что это слух, сплетни. Но после реакции мамы и рассказа Николаса, мы связали концы с концами. И все поняли. Да нет, это не сплетня. Просто все было неправильно истолковано. Да, Сальвадор, настолько неправильно, что ты женишься. Не беспокойся, не нужно нервничать. Я тебя, наверное, пойму. Ничего не изменится, мы будем по-прежнему принимать тебя в доме, будем всегда любить тебя. Как же мне все это прояснить? Как я мог оказаться в такой ситуации? Сальвадор, ты что-нибудь знаешь о деле Маурисио? Что-нибудь новое произошло? С каждым днем оно становится все более запутанным. Каждый день появляется что-нибудь новое против него, но я уверен, что Маурисио не виновен. За этим стоит тот, кто хочет обвинить бедного Маурисио, царствуем небесное, в убийстве Франсиска Рохоса. Но почему ты нашел что-то новое? Подбросили новые улики? Расскажи. Тебе лучше не знать, Хуана. Тебе лучше не знать. Мне нужно кое-что сделать. Увидимся. Сальвадор. Пока. Ты запутался, Сальвадор. Боже. Если бы Сальвадор знал, что я сказала убийце в лицо, что знаю, что он убийца. Кажется, все ушли. Добрый вечер. Добрый. Сеньор, не пугайтесь, здесь осталась только я, потому что завтра утром мне нужно сдать работу, но я скоро уйду. До свидания. Доброй ночи. Моя дочь ушла. Очень хорошо ушла. Но куда? Десирене говорит о своих делах. Если вы хотите что-то ей сказать, я все передам. Нет, нет. Ничего передавать не надо. Радуйтесь встречи с сыном. Большое спасибо. Не благодарите меня, сеньора. Наслаждайтесь, пока можете. Жизнь делает много поворотов. Это угроза, сеньор, вивас? Нет, сынок, это не угроза. Это жизненный опыт. Как говорится, рука руку моет. И если кто-то не хочет соблюдать правила игры, он может за это поплатиться. Ничего. Определенно, этот документ не здесь. Это логично. Десирене хорошо знает Рахель, но, наверное, он тоже везде его ищет. Что это значит? Почему вы роетесь в моих вещах? Простите, я наводил порядок. Наводили порядок? Не рассказывайте мне сказки. Почему эти папки раскрыты? Я искал... Сеньор, сделайте одолжение. Немедленно уйдите из моего офиса, если хотите, чтобы я не вызвала полицию. Сеньорита, мне нужно, чтобы вы меня выслушали. Вы еще хотите поговорить со мной? Десире, я не уборщик. Боже мой! Маурисио, это ты! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok